Переведено и озвучено каналом Translated History Первая половина XIII века. Орден меченосцев утвердил свою власть в средневековой Ливонии. Уже около 50 лет братья-рыцари огнем и мечом распространяли христианство в этом регионе. Их миссия была проста – уничтожить последний оплот язычества средневековой Европы, который находился как раз между землями католической и православной церкви. В 1225 году в Прибалтику прибыл папский легат. Он должен был разрешить политический конфликт между меченосцами, местными епископами немецкой и датской знатью. Ливония была разделена на несколько феодальных княжеств, напрямую подчинявшимся лишь святому престолу. Они получили название Терра Марианна – земля Девы Марии. Таким образом, первый этап Ливонского крестового похода подошел к концу. Северные крестовые походы уступали по популярности крестовым походам в Святую Землю. Но по уровню жестокости они не уступали лидеру, поскольку многие племена Ливонии упорно сопротивлялись христианизации. Ничто не могло заставить их отказаться от своих верований, а угроза полного уничтожения заставляла их сражаться с захватчиками до самого конца. Стоит отметить, что Прибалтика никогда не была мирным местом. Еще задолго до начала христианизации местные кланы грабили друг друга, захватывали рабов, а сильнейшие из них даже совершали набеги на Скандинавию и Русь. Войны же с крестоносцами еще сильнее закалили местное население, которое было вынуждено вести хитрую войну. Прибалты понимали, что в открытом сражении у них нет шансов против тяжелого вооруженной и дисциплинированной кавалерии меченосцев. Поэтому они устраивали засады в негостеприимной и заболоченной местности Латвии и Эстонии. В 1236 году была издана папская була, объявившая начало крестового похода против литовских племен, живших к югу от западной двины. Орден меченосцев вместе с присоединившимся к ним крестоносцами из Северной Германии в сентябре месяце двинулись на земли жемантийских племен. Недалеко от городка Шауляи в болотистых лесах меченосцы наткнулись на небольшой отряд противника. Магистр ордена хотел атаковать его в пешем строю, но гордые рыцари отказались драться как простолюдины. После продолжительных споров день закончился ничем и крестоносцы были вынуждены разбить лагерь. На следующий день они были окружены превосходящими силами противника и полностью уничтожены. Это был конец ордена меченосцев. Более половины братьев, рыцарей и их командиров были убиты вместе с магистром ордена Фольквеном. После катастрофической битвы к югу от западной двины остатки меченосцев вошли в состав более известного Тевтонского ордена, действовавшего южнее. Таким образом, они были преобразованы в его северное отделение и стали называться Ливонским орденом. После столь серьезного поражения папский легат Вильгельм Сабинский начал реорганизацию Ливонии, которая становилась все более и более милитаризованным регионом. Со временем это стало беспокоить находившиеся на востоке русские княжества, но больше всего своих западных соседей опасалось сильнейшее княжество Руси – земля Новгородская. Ее главный город, Великий Новгород, был процветающим центром торговли, через который проходили меха, моржовая кость и вяленая рыба. Город управлялся народным собранием – Вече. Тем не менее, несмотря на свой статус и мощь, он не всегда мог в одиночку защитить себя от серьезной внешней угрозы. Поэтому в город приглашался князь, который командовал городскими силами и укреплял их за счет своей собственной армии. Среди русских князей не было единого отношения к католической экспансии в Прибалтике. Часть новгородской знати хотела прийти к соглашению с иноземцами, другие придерживались более агрессивной позиции и искали поддержку у Всеволодовичей. Изначально казалось, что обе стороны избегают открытого конфликта. Однако, в 1232 году Папа Римский призвал крестоносцев на борьбу с новгородцами, препятствующими катализации финских племен. Два года спустя Ярослав Всеволодович вторгся во владение ордена под Дербтом и одержал над крестоносцами победу в сражении на Амовже. В результате был подписан мирный договор между Новгородом и Орденом, по которому восточная и южная часть Дербского и Еписовского отошла к Пскову. Затем Ярослав вернулся в Киев, назначив своего 16-летнего сына Александра новым новгородским князем. Для молодого Александра это было серьезным испытанием, но он оказался талантливым политиком, способным поддерживать баланс в обществе. Он прекрасно осознавал свои возможности, и когда в 1237 году монголы разграбили большую часть Руси, он начал переговоры с захватчиками еще до того, как они дошли до Новгорода. Это было весьма неожиданно, ведь другие княжества бились не на жизнь, а на смерть, что приводило к опустошению их земель. Несмотря на то, что в этот раз монголы не добрались на Новгорода, с этого времени восточная угроза стала главной проблемой для Александра. Но давайте вернемся на запад, в Ливонию. Пока монголы грабили города Южной Руси, папа Григорий IX начал крестовый поход против православных схизматиков. Официально папа заявил, что Восточная Церковь не выполняла свой долг по обращению прибалтийских язычников в христианство, поэтому они должны ответить за это. На деле же он надеялся, что общий враг поможет объединить немецких рыцарей и увеличить силы крестоносцев на севере. Летом 1240 года была предпринята первая попытка захватить новгородские земли. Шведская армия с епископом Финляндии Томасом вошла на кораблях в устье реки Невы. Неясно, действовал ли шведский епископ согласованно с другими союзниками или нет, но Александр легко разделался с его армией, внезапно атаковав лагерь шведов и заставив их бежать. После этой победы Александр получил прозвище «Невский» и завоевал огромную популярность среди новгородцев. Впрочем, его неожиданный успех добавил ему и врагов, и вскоре после ссоры с боярами он покинул Новгород вместе со своей дружиной и семьей. Очевидно, что в этот раз деньги взяли верх над политикой. Так или иначе, это было только начало. Несколько месяцев спустя ливонские рыцари вторглись на городские земли севернее Чудского озера. Они захватили Копорье и разграбили Тесов, который находился всего в 50 километрах от Новгорода. Вече было совершенно не готово к такой атаке. Более того, ливонский орден поставил в Копорье постоянный гарнизон и вскоре начал строительство каменной крепости, чтобы окончательно закрепиться в регионе. Только теперь Новгород осознал всю опасность, идущую с запада, и вновь призвал Александра на княжеский трон. Великий князь Ярослав изначально предложил помощь своего младшего сына Андрея, но новгородцы настояли на Александре. В итоге оба брата отправились в Новгород, но все эти политические дрязги заняли какое-то время, которое крестоносцы не теряли даром. С помощью датских и немецких дворян Ливонии они провели еще одну наступательную операцию, на этот раз южнее Чудского озера. Сначала пала крепость Изборск, а затем был разгромлен малый гарнизон Пскова. Уверенность крестоносцев в собственном успехе была высока. Они сомневались, что Новгород сможет собрать достаточно сил для сопротивления. Один из епископов даже отправил папе римскому запрос на передачу в его владение земель, которую только предстояло захватить. Тем временем в Новгород наконец прибыл Александр вместе со своей армией и начал готовиться к походу. Его возвращение совпало с еще одним монгольским набегом. Он был смертельной угрозой для обеих воюющих сторон, поскольку Александр не знал о намерениях монголов, ведь срок их предыдущих соглашений уже истек. По счастью, монголы не затронули Новгород и вообще северные земли. Вместо этого они атаковали центральную Европу, так что Александр мог спокойно воевать с крестоносцами. Компания началась осенью 1241 года, когда новгородцы неожиданно атаковали и захватили новую крепость в Копорье. В начале следующего года Александр был готов отбить Псков и сделал это так быстро, что гарнизон Изборска даже не успел принять участие в битве. Ранее Александр ограничивал свои действия новгородскими землями. В этот раз он зашел за Изборск и опустошил земли к югу от Дорпота. Тем временем крестоносцы спешно собирали армию, чтобы отбить нападение. Во главе армии стоял епископ Дорпота Герман Буксведен. Ливонцы неожиданно атаковали один из отрядов Александра к юго-западу от города. Выжившие новгородцы вернулись к князю, дав знать о приближающемся противнике. Мы не знаем, какие были планы у Александра. Однако, узнав, что противник следует за ним, он воспользовался своим преимуществом в разведке и пошел на север вдоль озера, ища подходящее место для битвы. Добравшись до узкого перешейка между Псковским и Чудским озерами, он переправился и организовал оборону на восточном берегу. На флангах он расположил конную дружину, наиболее ценных солдат в его армии. В центре он разместил городское ополчение, которое было усилено пешими княжескими ратниками. Также он усилил свой правый фланг отрядом конных лучников. Скорее всего, это были половцы. Всего под его командованием находилось чуть более 5000 человек, состоящих преимущественно из пехотинцев. Вскоре Герман Дорпадский прибыл на поле боя. Под его командованием было не более 2500 человек. Однако, большую часть его войска составляли тяжело вооруженные конные рыцари из Дании и Германии, которые встали в центре. Правый фланг сформировали ливонские рыцари, а левый – обычное ополчение. Также во второй линии встали легковооруженные воины эстонских племен, которые выступали в качестве резерва. Герман знал о численном преимуществе противника, но он также осознавал преимущество удара тяжелой кавалерии, который за считанные минуты может обратить в бегство целые армии. Именно атака рыцарской конницы начала сражение. Ливонцы надеялись использовать ее натиск, чтобы сокрушить центр Александра. Железный клин врезался в пехоту новгородцев в центре, нанеся им серьезный урон. Началась ожесточенная схватка. Вскоре даже пехота Германа присоединилась к сражению, но весь натиск крестоносцев не смог пробить центр новгородского войска. Даже неся значительные потери, ратники Александра продолжали держать свои позиции. В этот момент, когда все силы противника увязли в схватке, Александр Невский бросил в бой конных лучников, посеявших хаос в рядах противника и подготовив почву для атаки конной дружины, которая должна была охватить фланги противника и окружить его. Эстонская пехота, видя, что противник обходит основные силы, начала колебаться, а после первого удара всадников обратилась в бегство. Вскоре дружины Александра закончили окружение, и началась настоящая бойня. Часть ливонских рыцарей и других крестоносцев смогла вырваться и отступить, но многие, включая и епископа Германа, погибли. Потери с обеих сторон были примерно равны. Однако, армия Александра была значительно больше числом и лучше мотивирована, так что пока пехота в центре несла потери от кавалерии противника, он смог воспользоваться своим численным преимуществом и окончательно разгромить неприятеля. На последовавших мирных переговорах стороны согласились восстановить довоенные границы. Александр согласился на это, ведь он хотел всего лишь защитить свои земли, а не захватывать западных соседей. Ливонский орден был обескровлен и вскоре столкнулся с множеством восстаний в Прибалтике. Христианизация местного населения замедлилась еще сильнее и затянулась на целых 60 лет. Битва на Чудском озере вновь подняла популярность Александра Невского и стала его самым серьезным достижением, позволившим ему сохранить титул новгородского князя, а затем возглавить русские княжества в тяжелые времена монгольского ига. Его политический и военный гений сделали его настоящей легендой и одним из самых узнаваемых героев российской истории. Уважаемые зрители, большое спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и самое главное подписываться на него, чтобы не пропустить новые видео. Также я благодарен всем тем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку.